МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые дамы и господа, мы приветствуем вас на борту нашего авиалайнера и желаем вам приятного полета и мягкой посадки. Видимо, так, сто лет назад приветствовала своих пассажиров самая огромная авиакомпания в Британии – British Airways. Сегодня она отмечает свой 100-летний юбилей. Недавно, когда я обучалась на MBA, мне пришлось делать проект про British Airways, и я достаточно много узнала об этой компании, о чем хочу поделиться с вами, особенно о последних новинках и об автоматизации, которые сейчас происходят в основных аэропортах британской авиакомпании. Но обо всем по порядку. British Airways считается одной из самых крупнейших авиакомпаний премиум-класса в мире и лидером среди авиаперевозчиков Великобритании. British Airways обслуживает 16 крупнейших аэропортов Соединенного Королевства, куда входят два основных, можно сказать, дома British Airways – аэропорты Heathrow и Gatwick, до которого простой лондонец может добраться в течение часа и вылететь в любое из направлений. British Airways имеет флот, составляющий 290 оперирующих самолетов, который летает на более чем 200 направлений в 80 странах мира. И можно сказать так, что каждые полтора минуты где-нибудь на Земле взлетает один из самолетов этой авиакомпании. British Airways считается самой пунктуальной авиакомпанией, можно, наверное, сказать, что в мире. Пунктуальность – это ядро авиакомпаний, которое достигается при помощи внедрения новейших технологий. Например, недавно были установлены такие машины, как автоматическая сдача багажа. То есть, теперь работник British Airways не сидит за стойкой и не принимает ваш багаж, а вы сами управляете своим багажом и доставляете свой багаж к своему самолету. Кроме того, были разработаны автоматические ворота на посадку на все международные рейсы, что сохраняет время и ваш бюджет. Кроме того, я бы сказала, что British Airways для меня это самая лучшая компания по гарантии качества и сохранности полета. Нет, наверное, ни одной компании в мире, которой бы я так доверяла свою жизнь. Почему мне так спокойно всегда летать этой авиакомпанией? Потому что за всю статистику British Airways происходило буквально несколько катастроф не по причине самой авиакомпании. 50 сентября 1976 года British Airways совершал полет из Лондона в Стамбул и по вине югославского диспетчера врезался в югославский двухмоторный самолет, из-за чего все 54 пассажиры и 9 членов экипажа погибли. Это была единственная катастрофа, которая понесла за собой жертвы в British Airways. Не по вине самой авиакомпании, а по вине диспетчера, обслуживающего тогда югославские авиалинии. В 1982 году лайнер British Airways попал в облако вулканической пыли, из-за которой отказали все четыре двигателя, но экипажу удалось приземлиться в ближайшем аэропорту и опошлось без жертв. В 1990 году при полете British Airways из Бирмингема в Малагу произошло отделение некачественно установленного ветрового стекла, в которое затянуло капитана корабля и самолет удалось посадить второму пилоту. Были ранения двух членов экипажа и самого капитана, но обошлось без жертв. В январе 2008 года Боинг 777 не долетел до взлетно-посадочной полосы из-за образования льда в теплообменнике топливной системы, в связи с чем была потеряна тяга двигателей и только благодаря профессионализму пилотов самолет был посажен и обошлось без жертв. В июле 2015 года самолет, летевший из Лас-Вегаса в Лондон, пришлось приземлить в Монреале из-за сообщений об угрозе взрыва бомбы на борту. Бомбу так и не нашли, все 312 или 328 человек, неуточненные данные, остались живыми. А в августе того же года самолет, летевший из Лондона в Сеул, пришлось приземлить в нашем Иркутске из-за задымления на борту. Причиной всему, возможно, стал взорвавшийся мобильный телефон. То есть все происшествия, которые происходили в British Airways, не такие уж страшные, что за всю историю, столетнюю историю этой авиакомпании произошла только одна катастрофа с жертвами. И самолеты, если учитывая то, что каждые полтора минуты где-то на Земле взлетает British Airways, летают постоянно, и ничего, тьфу-тьфу-тьфу, такого с ними не произошло до сих пор. Поэтому British Airways я полностью доверяю свою жизнь, и всегда, если есть возможность, летаю этой авиакомпанией. Другое дело, что в последнее время очень много происходит всяких изменений, и они играют не в лучшую сторону по доверию этой авиакомпании, например, как вот тот же самый багаж. Когда ты приносишь этот багаж человеку за стойкой, который принимает его, и где написано не более 23 килограмма, ты приносишь, например, 25, то человек, понимая, что у другого пассажира, например, было 18 килограмм, может принять у тебя 25 килограмм. Машина принимает только 23. Поэтому, если у вас перевес, вплоть до там буквально 100 грамм, надо вытаскивать все, чтобы было 23 килограмма. Это напрягает, это не сохраняет мое время, как пассажира, может быть, это сохраняет время компании, но, конечно, видимо, надо заранее... У нас всегда перевес. Видимо, надо заранее готовить и взвешивать все дома. Что еще хотела сказать? Автоматические ворота, пока не знаю, как они действуют, но думаю, что скоро нам будут только объявлять посадку, мы будем приходить, прикладывать билет и проходить в самолет. Кроме того, раньше мы летали из Петербурга в Лондон или из Москвы в Лондон и нас всегда кормили на борту горячей едой. Сейчас это полностью отменилось на короткие расстояния. Менее чем на 5 часов British Airways не кормит. Но они продают еду типа сэндвичей, кофе и каких-то орешков на борту от Marks & Spencer и сейчас внедряют в другую продуктовую компанию, где можно за деньги купить что-нибудь поесть. Мы всегда берем с собой что-то из легкой еды, чтобы не покупать на борту, потому что это дороговато. Для студента, который учится и пытается сохранить свои деньги для того, чтобы продолжить свое обучение, 5 фунтов это всегда дорого. Поэтому нет никакой проблемы принести с собой эти же бутерброды и попросить налить водички в бутылочку, которую в принципе каждый лондонец всегда таскает с собой на любые дистанции. Но если уж сильно надо кофе, то покупайте, нет проблем. Кофе, по-моему, стоит на борту 2,60. Как обычно, как в любом кафе. То есть внедрений очень много. Они внедряют новые самолеты, по-моему, 70 штук в этом году, которые будут оборудованы розетками для зарядников, телефонов, плюс Wi-Fi. Wi-Fi уже существует. Я летела как-то, мне предложили подключиться за 9,99 фунтов за время полета. Для меня это тоже очень дорогое, я не стала подключаться. Зарядки, я думаю, тоже уже существуют на дальние расстояния. Когда я летала в Дубай, по-моему, там были зарядки. Ну и интертеймент, то есть развлечения на борту, некие такие экраны на кресле впереди сидящего пассажира, и там выбираешь фильм и абсолютно бесплатно смотришь. Такое уже тоже существует. Еще у каждого пассажира будет свой персональный планшет, где они могут вводить информацию и вызывать стюардессу, чтобы та принесла им то, что нужно из сервиса, то бишь еду или стакан воды или еще что-то. И вся эта информация будет сохраняться, персональные данные о каждом пассажире будут сохраняться в базе British Airways. Кроме того, эти новые авиалайнеры будут производить меньше углекислого газа. В общем, идет полная такая доработка или, как это сказать, переоснащение всего флота British Airways для того, чтобы сохранять окружающую среду и уменьшать цену нашего с вами билета. Так получилось, что я вернулась в Санкт-Петербург, в Россию, и компания British Airways 4 октября прекращает свои полеты в Петербург. То есть, мне им повезло и в этом плане. Но для тех, кто собирается летать из Петербурга в Лондон, Low Coaster компания Wow открывает полеты, по-моему, тоже с октября из Петербурга в Лондон. И, помимо этого, по-моему, есть еще рейс аэрофлота, которым я не летала никогда, потому что билеты дороже, чем в British Airways. Самолет, по-моему, летит позже, и российским авиакомпаниям я меньше доверяю, чем в British Airways. Еще хотела рассказать о том, как был такой промоушен в мае, по-моему, этого года, когда девушки, такие стюардессы, реальные стюардессы, раздавали мороженое около выставочного комплекса Excel из такого фургончика с мороженым. И была возможность выиграть какие-то билеты или по скидкам, или куда-то в европейское, по-моему, направление, или на Мальту, что-то такое. Если вы купите билет там с какого-то по какое-то число, ну, в тот момент у меня никаких полетов не предвиделось, поэтому я ничего не выиграла. Но мороженое поела, было очень вкусно. Мне еще также раздавали там они вот такие вот таги, как это сказать, бирки. О, бирки, которые прикрепляешь к своему чемодану и пишешь здесь свои фамилию, имя, адрес, страну и телефон. И прикрепляешь к своему чемодану. Если он потеряется, то надеемся, что кто-то позвонит и скажет ваш чемодан здесь. Ну, как бы, какие-то сувенирчики получить всегда приятно. С девчонками я пообщалась, сфотографировалась. Всегда интересно, увлекательно общаться с новыми людьми из разных профессий. Ну, и получить такие призы, как бирки. Почему нет? Тоже приятно. По-моему, в 2018, если не 2017 году, случился blackout. Происошла потеря всей электроэнергии в Хитро. Все рейсы Бритиша были отменены. Вся информация была потеряна и восстанавливалось, по-моему, два или три дня люди не могли не вылететь из аэропорта и в аэропорт, из-за чего восстанавливать всю эту систему пришлось очень долго, и Бритиш потеряла около 180 миллионов фунтов стерлингов в связи вот с этой проблемой. Кроме того, в 2018 году произошла утечка персональной информации, где были украдены номера карт клиентов Бритиш Эрбейс, с которых списывались деньги. Свыше 380 тысяч персональных данных было украдено какими-то хакерами, возможно, даже из России, и, как всегда, Россия во всем виновата. И у кого-то списывались деньги со счетов, поэтому восстановление всей этой ситуации Бритиш тоже обошлось немало количества денег, но, тем не менее, они, я думаю, в убытке не остались. Если учитывать то, что в этом году они уже заработали 750 миллионов прибыли, из которых их оштрафовали, по-моему, на 183 миллиона за эту утечку информации, то в накладе они не остались, скажем так. Ну, в общем, работают, они вкладывают миллиарды фунтов в IT и инженерию сейчас, поэтому будем надеяться, что с нашими персональными данными ничего в ближайшее время не произойдет, а в скором времени вся автоматизация и все технологические новинки установятся, устаканятся, и Бритишерлес нас будет обслуживать как всегда приятно и легко в самом, что ни на есть британском стиле. Пока на этом все. Отмечаем 100-летний юбилей 25 августа. Поздравляем Бритиш Эрвейс и летаем самолетами этой авиакомпании. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok